Вебинар 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 Механизм матрицы полномочий позволяет настроить маршрут согласования для документа и для справочника. Сегодня мы с вами будем настраивать маршрут согласования для документа. Выбираем вид объекта «Документ». В самом объекте нам также необходимо выбрать, у нас это будет экземпляр отчета. И для экземпляра отчета нам необходимо выбрать версию регламента. В нашем случае это будет так. Что такое регламент? Регламент – это порядок составления отчетности. Давайте сразу зайдем посмотрим. То есть регламентом мы определяем список компаний, периметр, который будет участвовать в процессе подготовки отчетности за указанный период. Итак, мы видим, у нас появилась табличная часть, в которой мы видим компании, слева перечень компаний, который как раз-таки у нас был указан в регламенте. И мы видим виды отчетов, для которых мы можем настроить маршрут согласования. Значит, также мы можем назначить исполнителя, и мы можем назначить человека, который будет согласовывать экземпляр отчета в нашем случае. Смотрите, можно настраивать маршрут согласования для компаний в целом, то есть для всех компаний это будет один маршрут. А можно для каждой компании или, например, для каждого отдела это будут разные маршруты. Вот этот механизм регулируется непосредственно в объекте экземпляра отчета на вкладочке «Оповещение и согласование». Вот здесь у нас стоит галочка «Разделять матрицу полномочий по организациям». Поскольку она у нас установлена, то, соответственно, у нас здесь разделились по компаниям. Для каждой компании мы должны выбрать свой маршрут согласования. Мы с вами сегодня будем готовить для коммерческого отдела по виду отчета с метапотребности. Значит, для этого нам необходимо два раза щелкнуть на пересечении. Далее у нас появляется выбор ответственных. Что здесь мы можем выбрать? Значит, мы можем выбрать непосредственно пользователя. Мы можем выбрать роль контактных лиц. И мы можем выбрать шаблон универсального процесса. Мы с вами сегодня будем вот этот механизм настраивать, шаблон универсального процесса. Нам необходимо нажать кнопку «Создать» и ввести наименование. Назовем его «Вебинар». Нажимаем «Записать и закрыть». И у нас с вами появляется непосредственно шаблон, в котором нам необходимо подготовить маршрут согласования для нашего экземпляра отчета. Слева у нас расположены этапы процесса. Давайте их рассмотрим. Для того, чтобы настроить маршрут, нам необходимо зацепить один из этапов и перетащить его в левую часть. У нас открывается настройка. Что нам нужно в этой настройке? Нам нужно задать наименование этапа. То есть это будет первый этап. Далее у нас указывается название шаблона. Далее мы должны выбрать статус, в который перейдет отчет после прохождения данного этапа. Вот у нас представлены статусы. Значит, настройка доступности реквизитов. На мой взгляд, это более… Когда мы настраиваем маршрут согласования для справочников, здесь мы можем выбрать реквизиты, которые будут доступны пользователю на данном этапе согласования. То есть если мы хотим скрыть какие-то части реквизитов на данном этапе от пользователя, который согласует у нас именно этот этап, то здесь мы как раз это настраиваем. Также настраивается плановая длительность часов. Значит, здесь мы можем указать, сколько мы планируем затратить времени на прохождение этого этапа. Далее мы можем сформировать, в принципе, в будущем, да, отчет по плановой и фактической длительности, тем самым, да, там, например, каких-то сотрудников премировать или наоборот. Вот. Также есть у нас галочка автоматическое утверждение по истечению времени согласования, да. То есть если у нас, мы там указали здесь, например, там, 10 часов, и после этого у нас ничего не произошло, да, на данном этапе, то система автоматически согласует и перейдет на следующий этап. Также обязательный вот комментарий мы можем сделать при согласовании или при отклонении, да. То есть если будет стоять галочка, то пользователь не сможет просто отклонить, система его попросит как-то аргументировать это. Вот. И далее, соответственно, способ адресации. Мы можем выбрать пользователя, мы можем выбрать роль, и мы можем выбрать расширенную адресацию. В нашем случае мы, значит, ну, роль понятна, да, то есть если, например, мы выбираем конкретного пользователя, там, Иванов Иван Иванович, то, соответственно, согласовать данный этап у нас может только Иванов Иван Иванович либо администратор, да. Вот. Если мы выбираем роль, то здесь уже как бы мы выдаем возможность, то есть если, например, у нас Иванов Иван Иванович, который является финансовым контролером, ушел в отпуск, да, то эта же роль может принадлежать там Петру, да, который также имеет эту же роль и может вместо него согласовать этот отчет. Вот. Ну и расширенная адресация, она применяется в тех случаях, когда возможности адресации для конкретного пользователя или роли недостаточно. Мы устанавливаем пользователя, выбираем администратор, поскольку, да, я сейчас нахожусь под администратором системе. Вот. И нажимаем записать и закрыть. Первый этап у нас готов. Сейчас я создам, в принципе, аналогичный этап. Зову его доп. этап. Он нам просто потребуется в дальнейшем, да, вы сейчас поймете. Также указываю администратора себя. Так. Далее нам необходимо создать объект «Утвержден». Ну, это такой тоже простой этап. Здесь автоматическое утверждение документа. Соответственно, мы можем выбрать статус, да, на который попадет документ. В нашем случае это будет утвержден. Записываем. Так. Сейчас мы рассмотрим этап «Переход по условию». Вот здесь немножко будет сложнее, да. Открываем настройку. Значит, здесь мы будем настраивать условия для перехода по условию, да. Значит, как это настраивается? Мы добавляем какое-то условие. Условия мы можем добавить из всех доступных вот в правой части реквизитов. В нашем случае я хочу добавить организацию. Далее мы добавляем действие «Перейти к этапу». Иначе, опять же, добавляем действие «Перейти к этапу автоматического утверждения». Итак, что мы сказали этим условием? Мы говорим о том, да, что если у нас экземпляр отчета равен организации коммерческий отдел, то тогда мы переходим на дополнительный этап, да. Вы помните, что дополнительный этап мы с вами уже создали. Вот. Если же это какая-то другая организация, то у нас происходит автоматическое утверждение. Нажимаем «Применить», «Записать и закрыть». Итак, вот у нас появились, да, значит, здесь появились автоматические связи настроились, да, после вот того, как мы создали переход по условию. Поскольку мы эти этапы туда подтянули, да, то, соответственно, у нас появились связи, что либо сюда пойдет, либо сюда пойдет. Вот у нас два этапа осталось нам, ну, необходимо их тоже связать. Значит, как это делается? Мы выделяем этап, зажимаем кнопку «Контрол», выделяем этап, с которым нам необходимо настроить связь, и нажимаем «Добавить связь». Вот у нас появилась такая связь. В принципе, у нас готов уже с вами маршрут, да, для согласования отчетов. И мы, значит, что он значит еще раз, да, пройдемся по нему. То есть у нас при формировании отчет попадает на первый этап. Он требует согласования администратора. После того, как администратор согласовал этот отчет, он переходит на следующий этап. Здесь этап автоматический, да, значит, и он говорит о том, что если организация у нас коммерческий отдел, то необходимо еще одно согласование от администратора, да. Ну, в данном случае, в принципе, да, это должны быть разные роли, будет логичнее, если это разные роли. Но просто я вам буду в дальнейшем показывать, да, как это все работает, поэтому, ну, все это сделаю я под одной ролью. Вот, соответственно, если какая-то другая организация, то у нас будет автоматическое утверждение документа. Маршрут готов. Давайте посмотрим, какие еще варианты у нас, да, какие этапы процесса остались у нас с вами, которые мы не рассмотрели. Есть этап процесса «Объект отклонен». Ну, в принципе, это то же самое, что и «Объект утвержден». Если у нас отчет попадает на данный этап, то процесс согласования завершается. Так, далее что у нас есть? Есть у нас вложенный процесс. Значит, что такое вложенный процесс? Ну, мы вот сейчас с вами создали короткий маршрут согласования, да, и, в принципе, он может подходить для многих, например, процессов. Поэтому он будет, например, универсальный, и вы его можете вкладывать в какой-то другой, более расширенный процесс. Так, обработка. Обработка – это уже с помощью привлечения программистов, да, если вам не хватает механизмов, которые представлены в системе, вот, то можно привлечь разработчика, который напишет обработку, и она также будет участвовать вот в маршруте. Оповещение. Значит, оповещение. Здесь настраивается у нас оповещение для пользователей. То есть мы можем на каком-то этапе оповестить определенный список пользователей и сказать, что там, вот у нас мы сейчас находимся на данном этапе, например, там, да, отчеты подготовлены, пора согласовывать. Ну, в таком плане. Значит, ожидание события. Ожидание события данный этап у нас исполняется, пока верно заданное условие. То есть мы задаем, как мы здесь переход по условию задавали, здесь мы также задаем какое-то условие, и пока оно действует, у нас как бы действует этот этап. Когда условие перестает выполняться, осуществляется переход автоматически к следующему этапу. Вот. Также мы можем поставить процесс на паузу, да, задать там время, на которое будет пауза у нас действовать. И переход по выбору. Переход по выбору здесь, в принципе, то же самое, что переход по условию, но здесь у нас участвует как бы людской фактор, да, задействован. То есть здесь уже автоматически, когда отчет попадает на этот этап, у нас получает уведомление человек, да, ответственный за этот этап. И там он дальше уже вручную переводит этот отчет, ну, в нашем случае отчет, да, на какой-то один из выбранных этапов, да. То есть мы также устанавливаем какие-то дополнительные этапы, на которые он перейдет. Но человек уже здесь, если здесь как бы у нас система, в зависимости от условия определяет, да, то здесь у нас будет определять непосредственно уже человек, указанный в данном этапе. Вот, ну, в принципе, все этапы мы рассмотрели, да, пора переходить к действиям. Значит, все мы создали. Сейчас мы здесь выберем наш вебинар, который мы только что создали. Давайте его закроем, чтобы он сохранился так. Тогда для коммерческого отдела отчет с метапотребностей, вот наш шаблон. Вебинар. Сейчас мы переходим непосредственно в блок бюджетирования, отчетности, анализ, в экземпляры отчета. И пробуем создать отчет. Вид отчета выбираем с метапотребностей. Вебинар. Выбираем сценарий, периодичность. Так, выбираем период. Период у нас будет март. Так, потянулся у нас регламент, да, который указан был. И организационную единицу. Давайте выберем. Так, секундочку. А, у нас почему-то не тот регламент подтянулся. Так, сейчас, секунду. Так, вот, все. Так, значит, вот, да, регламент. Вот почему сейчас произошла ошибка, да, потому что у нас подтянулся другой регламент, и он не давал нам выбрать коммерческий отдел, потому что в том регламенте, да, в перечне компаний не был указан коммерческий отдел для подготовки отчетности, да. Итак, мы все указали. Создаем отчет. Так, ошибку. А, вот здесь, потому что у нас должен быть март. Что ж такое-то. Так. Опять у нас просто март не задействован в регламенте. Еще секунду. Так, попробуем май. Так, все, вот, отлично получилось. Значит, май, да. Вот у нас отчет сформировался, да, автоматически по бланку. Значит, мы его, ну, заполняем там, неважно каким способом, в данном случае я ручным заполняю, да. И далее мы видим, что нам его можно отправить на согласование, да, кнопочкой «Отправить на согласование». Мы, соответственно, отправляем его записать необходимым. И далее отправляем на согласование. Все, значит, далее закрываем. А где мы это увидим? На начальной странице, да, когда мы входим в систему, вот у нас «Мои задачи и оповещения». А также мы можем зайти сюда через, вот, «Процессы и согласования» «Мои задачи и оповещения». У нас появилась дополнительная вкладочка «Экземпляры отчетов», в котором появился наш отчет. Заходим в него, вот, видим, да, что мы только что его создавали. Так, что мы видим? Что мы его можем согласовать. Вот этой кнопкой, да, мы его можем отклонить. Соответственно, мы можем посмотреть, на каком этапе. То есть мы сейчас видим, что он у нас находится на первом этапе, на согласовании у администратора. Нажимаем «Согласовать». У нас вылетает окно, да, поскольку это первый этап, мы здесь там не видим предыдущей визы. Так, мы можем добавить какой-то комментарий. И, соответственно, можем согласовать, либо отклонить. Нажимаем «Согласовать». Далее смотрим ход согласования. Смотрим, что у нас изменился, да, маршрут. У нас отчет. Значит, перешел автоматически, ну, после согласования, он перешел на второй этап, переход по условию. И далее, соответственно, он попал у нас на доп.этап, поскольку это организация, коммерческий отдел, попал на доп.этап, находится на согласовании у администратора. Давайте закроем. Сейчас перейдем опять в «Мои задачи оповещения». И в экземплярах отчетов мы опять видим этот отчет, да, который опять же нам требуется согласовать. Нажимаем кнопочку «Согласовать». Здесь уже у нас появляется кнопка «Вернуться на шаг назад». Нажимаем «Согласовать». Переходим и смотрим, да, то есть все этапы у нас пройдены. Да, то есть первого до последнего, все этапы пройдены, отчет согласован. Ну вот, коллеги, в системе, да, я все вам показала. Давайте вернемся к нашей презентации. Я хочу еще немножко рассказать о возможностях. Значит, у нас помимо, да, у нас существует генерация, возможность генерации документов. Это универсальный процесс, он может автоматически создавать и заполнять документы. Кросссистемные и кроссфункциональные процессы можно связать в единую цепочку. Автоматизация ручных операций достигается без изменения конфигурации. Ну, то есть это то же самое, да, что мы сейчас с вами смотрели в систему, только здесь уже непосредственно будут формироваться отчеты. Также хочется обратить ваше внимание, что существует интеграция с внешними системами. Универсальный процесс может работать не только с данными внутренними, но и также с данными внешних информационных баз. Эта возможность позволяет организовывать неразрывное исполнение кросссистемного бизнес-процесса, связанного с обработкой данных в разных информационных системах. То есть даже те же отчеты мы можем формировать как внутри системы, так и во внешних базах, да, с которыми, соответственно, настроена у нас интеграция. Вот. Также у нас существует возможность согласования по e-mail. Согласование можно выполнять не только внутри системы, да, но и ответным письмом на оповещение по электронной почте. Для удаленного согласования по электронной почте не требуется установки каких-то специальных программ. Безопасность передаваемых данных обеспечивается средствами защиты корпоративной почты. Простой и интуитивно понятный способ отправки решения. Нажимаем на гиперссылку и отправляем автоматически сформированное письмо. В ответе также можно написать комментарий визирования, который также попадет в систему. Вот. Ну и по поводу оповещений и напоминаний. Правила рассылки оповещений пользователей о событиях гибко настраиваются администратором системы. При желании они могут отображаться не только внутри программы, но и дублироваться вам на электронную почту. Итак, вот здесь на слайде у меня представлены категории оповещений, которые в системе возможно настроить. Это оповещения о ходе согласования, о ходе планирования бюджетов, или подготовки отчетности, о подготовке и оплате заявки, о ходе подготовки и исполнения договора, о ходе исполнения проекта, об аккредитации поставщика, об ошибках для администратора системы, и напоминания о запланированных событиях. Коллеги, теперь можем перейти к вашим вопросам. Пока вы формулируете вопросы, если они у вас остались после презентации, я хочу вас пригласить подписаться на нас в социальных сетях. Наш аккаунт расположен в Фейсбуке, в Инстаграм, на Ютубе и в Телеграм. Коллеги, если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чат, я постараюсь ответить в рамках вебинара. Так, ну, я так понимаю, что вопросов нету. Спасибо большое. Так, нет, появились. Так, расскажите про механизм заместителей. Ну, смотрите, если я правильно понимаю вопрос, да, то это как раз-таки то, что я показывала в системе, это когда мы выбираем, то есть мы можем для согласования выбрать конкретного пользователя, а можем выбрать роль. Вот это вот как раз-таки роль, она, ну, как бы помогает, да, выбрать заместителей, скажем так, да, то есть у нас есть несколько человек там в отделе, да, например, несколько менеджеров, которые могут, имеют право, да, имеют там все компетенции согласовывать там, ну, например, в данном случае мы говорим про отчет, да. Вот, соответственно, мы тогда выбираем в, ну, для этапа не пользователя конкретного, как вот в данном случае мы с вами выбирали администратора, а выбираем роль. Вот, соответственно, в данной роли мы можем уже подтянуть несколько пользователей туда, да, то есть уже мы там к роли мы прикрепляем несколько фамилий, скажем так. Вот, и, ну, дальше уже выбираем эту роль, и все люди, которые задействованы, у которых в системе назначена эта роль, они получают уведомление о том, что им нужно согласовать данный отчет. Так, как можно настроить несколько резолюций этапа? Ну, на этапе мы можем настроить только, да, один, как бы, вид, да, то есть мы можем сказать, что после перехода, после окончания данного этапа у нас этап переходит на, в какой-то статус, да, там, согласованное или, там, отклонено. Вот, соответственно, тут еще два варианта. Два варианта, значит, этап у нас имеет один какой-то завершенный, да, итог, вот, статус. Вот, но пользователь на данном этапе, он может, соответственно, как мы с вами видели, да, в системе, он может его либо принять, либо отклонить, либо вернуть на следующее, на предыдущий этап, да, то есть вот у нас с вами, мы когда были на втором этапе, у нас была возможность вернуть отчет на предыдущий этап. Вот, ну, надеюсь, объяснила, надеюсь, я правильно поняла вопрос, вот, и рассказала. Так, расскажите, пожалуйста, подробнее про настройку обмена внешними системами. Ну, смотрите, здесь как бы, да, это настраивается в системе, прописывается путь к внешней системе, да, и происходит обмен. Какой обмен? Это мы уже точно так же настройками выбираем, да, в чем он у нас будет, там, какие-то отчеты мы там будем, или там мы будем, я не знаю, делать, там, обмен между, там, ну, чем угодно, да, в общем-то мы можем настроить, вот, но в рамках сегодняшнего вебинара, там, показывать я это рассказывать не буду, в принципе, у нас есть вебинары на эту тему, вот, если, ну, вам интересно, вы можете посмотреть, опять же, на наших каналах, да, очень много информации, ну, и на сайте Кодерлайна все вебинары, которые мы проводим, они представлены, вот, просто вот настройка обменов, это, ну, достаточно такая обширная тема, вот, поэтому я думаю, что вам будет интересно посмотреть об этом отдельный вебинар, и там, я думаю, много информации полезной для себя подчеркнете. Так, вопрос еще раз, да, если роль доступна только одному пользователю, и он недоступен в данный момент, придется перенастраивать шаблон, есть же возможность указать заместителя для конкретного пользователя. Ну, смотрите, шаблон перенастраивать, конечно же, не придется, в принципе, здесь возможно подключить администратора, да, вот, как я уже говорила, тогда администратор сможет уже, соответственно, перенаправить на определенный этап данный шаблон. Как организовано параллельное согласование, например, одновременно согласует финансовая служба и бухгалтерия? Ну, я не знаю, я как бы в плане одновременно, я бы назначила, ну, как, да, я бы сделала два отдельных этапа, то есть сначала согласовывать там, например, финансовая служба, потом бухгалтерия, ну, или наоборот, да, то есть это два отдельных этапа, и там выбираются уже, соответственно, разные роли финансовой службы и бухгалтерия, ну, назовем их так, вот, то есть два разных этапа в плане одновременного согласования, ну, я бы настроила два разных этапа. Мы можем, конечно, то есть мы можем, да, вот, ну, например, у вас там, мы можем выбрать несколько пользователей для согласования, да, или назначить им, ну, как бы одну роль, и в этой роли мы как бы пропишем, да, функции только согласовать там этот отчет, ну, к примеру, да, и тогда уже выбрать эту роль в системе, а в этой роли у нас будут задействовать, задействованы и финансовая служба, и бухгалтерия. Так, администратор, обычный сотрудник департамента IT, у него не должно быть знаний и полномочий для согласования вместо финдиректора, например, если он в обыске. Ну, согласно с вами, да, вот, ну, тогда, как вариант, да, если вы не доверяете администратору эту возможность, вот, то тогда администратор, да, может зайти в шаблон, ну, и просто в этом этапе поменять пользователя для согласования. Так, как можно отозвать свою резолюцию? Например, я согласовала, да, потом понял, что ошибся. Ну, такую возможность, честно говоря, я не сталкивалась с такой возможностью, да, вот в процессе, вот, то есть, ну, тогда, наверное, будет лучше посмотреть, на каком этапе сейчас находится отчет, связаться с пользователем, который согласует его на данном этапе и попросить вернуть на предыдущий шаг. Вот, механизмами системы я, честно говоря, не сталкивалась. Коллеги, я, к сожалению, вот, не видно мне в системе, пишите вы или не пишите, вот, поскольку молчание, я так понимаю, что вопросы, наверное, закончились. Вот, спасибо, что задали вопросы, я была рада, надеюсь, помогла вам. Вот, хорошего вам дня, спасибо, что нашли время прийти на вебинар. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok